Тяжелый матч. Для нас, наверное, самый тяжелый из трех, которые провели сейчас в первом тайме. Особенно не получалось, прежде всего, игра с мячом. Когда мяч не держится, совсем тяжело обороняться. Сейчас 45 минут, практически, только оборонялись. Во втором успокоились. Думаю, это связано как раз с тем, что мяч не держался, нервничали, подуспугались, может быть, не знаю. В втором тайме подуспокоились уже мяч. Через раз хотя бы начал держаться, и, соответственно, игра уже чуть-чуть изменилась. Ну, радует то, что ребята там опять на ноль, третья игра на ноль. Три игры на выезде не проиграли ни разу, так что, ну, все, нам придаст уверенности всем. Спасибо, пожалуйста, коллеги. Вопрос называйте себя. Пожалуйста. Владислав Волошин, аргументы и факты в Туле. Если мне не изменяет память, при вас про таке Владислав Рыжков сидел в глубоком запасе. Он после чего в Сочи у Жемчужины уехал. Как сейчас его игру оценить? Свою бы команду оценить, чем не Рыжкова оценивать. Во-первых. Во-вторых, не при мне он сидел в глубоком запасе, а при Лауре. Сергей. Владимир Георгиевич, вы входите в три команды, уже практически без раскачки. Спартака, Мальорка и Торпедо Армамир. Ну, куда входить было тяжелее? В какую команду вы прийти? Ну, естественно, наверное, в Торпедо. 10-го числа собрались футболисты все вместе, 11-го провели первую тенировку, 12-го игра уже была. Сложнее, куда уж сложнее. За минуту, до начала первой игры заявили всех. Пожалуйста, еще вопрос. Дмитрий. Валерий Георгиевич, следующая игра у вас домашняя. Вы успеете хотя бы до этой домашней игры посмотреть поле, на котором вам предстоит играть, побывать в Армавире? Нет, летал в Армавир. Вчера же, по-моему, уже запутался с перелетами совсем. С Хабаровска сразу потом в Армавир. Так летал, смотрел. Конечно, надо улучшать поле, не самое лучшее, так скажем, и стадион, и поле, но пока условия такие, придется играть. Придется играть, не придется, в смысле, в Армавире мы хотим играть, придется играть на таком поле пока, я надеюсь, что сейчас агрономы улучшат качество поля, дай бог, и будем уже играть на более-менее нормальном поле. Пожалуйста, следующий вопрос. Для вас важнее теперь не пропустить, снова продолжить традицию, или все-таки первый гол забить в следующий матч? И то, и другое важно, естественно. Желательно не пропустить и забить. Три очка набрать. А по поводу атмосферы в Туле, что сегодня скажете? Великолепная атмосфера. Поле даже при таком ливне выдержало. Так что, слава богу, и народ пришел, поддерживал, радуется этим.